здравствуйте эта программа восемь вкусов готовьте вместе с нами это будет не только вкусно и полезно но и интересно и не сомневайтесь в этом потому что сегодня у нас особый гость культовый музыкант владивостока иван панфилов здравствуйте иван здрасте хочу сразу перейти к провокационному вопросу знаю что вы категорически не умеете готовить это правда не боитесь участвовать в нашей программе не это вам боятся на но я думаю на все получится я в этом абсолютно уверена ну что я предлагаю не мучить себя и все-таки попробовать блюдо которые сегодня нам приготовил шеф-повар константин макаров это стейк рыбай куриные колбаски овощи как мы видим овощи гриль и шашлык из свиной шеи давайте пробовать давайте вы сразу за здоровую пищу за овощи да реже практически вегетарианец правда мы практически вернее теоретически теоретически как интересно на пути теоретическое вегетарианство это что-то новенькое я не сомневалась что будет очень вкусно генеральный партнер программы ирландский пап тринити иван скажите есть какое-то такое исконно владивостокское блюдо которое вы сразу сейчас можете назвать вот что для вас какой кулинарный изыск для вас связан напрямую с нашим городом ну не знаю когда речь идет о владивостоке это конечно же морские какие-то деликатесы согласно да то есть гребешок первое что приходит на ум да вот эти блюда из гребешка наверное еще какая-то ассоциация сразу с детством когда отдыхаете на берегу море сами ныряли там что-то пытались до глубине да там трех-четырех метров что-то найти находили я уж не знаю сейчас это происходит нет происходит до сих пор как ни странно пока еще про и здорово да хоть она пока стабильность я вас хочу обрадовать сегодня мы с вами попытаемся приготовить будет у вас кулинарный дебют и я уверена повторюсь что он будет успешным а пока мы готовимся морально и физически к приготовлению нашего основного блюда я предлагаю посмотреть как шеф-повар константин макаров готовил эти замечательные блюда здравствуйте я константин макаров шеф-повар ирландского паба тринити преддверии лета мы приготовили для вас шашлыки на вынос такие как свинина говядина баранина также рыбные шашлыки из форели из судака из палпуса также у нас есть колбаски собственного приготовления такие как курица говядина баранина свинина премиальная труба рыбай нью-йорк мачете сейчас я вам покажу самый традиционный шашлык это шашлык из свинины куриные колбаски и премиальный отруб из толстого края рыбай на данном этапе я вам покажу шашлык из свинины которые приготовятся на сетке берем свинину шею нарезаем сантиметра полтора два толщиной так мясо будет сочное не сухое и достаточно быстро жарится также мы для вас подготовили три маринада которым каждый шашлыков вы можете замариновать белый маринад в азиатском стиле маринад и который вам сейчас покажу наш фирменный маринад нам потребуется апельсин так как кислая среда расщепляет волокна мясо и за счет этого мясо становится мягко и нежно чтобы быстрее промариновалось мясо мы немножко выдавливаем сок апельсина ну и также его туда закидываем также берем помидоры тоже немножко их подминаем лук репчатый данный момент мы взяли красный также можно использовать обычно белый репчатый лук разделяем его на колечки чтобы было удобнее его потом перемешать и он покрыл все мясо так сказать чеснок лучше раздавить и закинуть уже давлены начинаем сам маринад каждого свой вкус и пожелание по соли то есть лучше не досолить перчим наливаем обычное растительное масло добавляем яблочный уксус чтобы была небольшая кислинка и устричный соус все это перемешиваем и даем мясу постоять чем больше тем лучше конечно ну минимум час также с мясом хорошо сочетаются овощи перцы мы предварительно немножко подготовили также баклажан кабачок так называемый цукини и кукурузу маринуется все достаточно просто соль перец и растительное масло все это перемешивается и дается постоять буквально пару минут чтобы впиталась соль мясо мы промариновали хорошо она у нас замариновалась также мы подготовили овощи заранее разожгли угли и приступаем готовки если вы жарите это на шампурах это можно нанизить на шампур так как мы жарим на сетке это в принципе не нужно дальше мы на эту же барбекешницу закинем колбаски нашего собственного производства в данный момент это куриные но все они могут быть разного вкуса такого как говядина свинина баранина и куриная мясо лучше не переворачивать каждые две минуты то есть дать ему запечататься чтобы весь сок сохранился внутри в реми всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина ну что наша команда готова к приготовлению блюда главного блюда нашей программы а я напоминаю что наш партнер сеть супермаркетов реми это магазин доступных цен подготовила для нас правильно и собственно определенная вот какие константин нам расскажет сейчас и как раз расскажет что именно сегодня мы будем готовить нас сегодня мы будем готовить салат из авокадо легкий салат но очень питательный своими витаминами что-то мы уже заранее подготовили здесь такие вещи как помидоры огурцы ли салата уже помыты предварительно и также мы взяли определенные ингредиенты для соуса это такие как бальзамический уксус зерновую горчицу именно зерновую именно зерновую да также мы взяли мед и также мы взяли тыквенные семечки они будут больше позиционировать себя как декор иван подготовит у нас лист салата микс из листа салат вот так вот правильный такой как латук руккола и редичи будет все это нарывать в тазик произвольно то есть не надо резать ничего под прям произвольно нарвать и все не больше у вас прям творческая работа получается капитально творческая анна вы подготовите нам авокадо у меня уже посложнее видите авокадо разрезается авокадо разрезается вдоль и вот так вот ручками проворачивается в одной части останется косточка другую мы используем она очень мягкая авокадо надо щупать чтобы она была мягкая текстура если она твердая это не хорошая авокадо да то есть если вы такое вдруг купили оставьте дома в тепле на несколько дней но до и должно дойти и и вот так вот хлоп получилось также авокадо достается из ложечкой а ну когда хорошая авокадо то есть вы подберете по периметру вот так вот и достает а куда мне можно его выложить прям сюда нам сразу его нарезать то есть нужно постараться его целиком и по периметру прокручиваете вот так вот ложкой иван как у вас дела получается у меня туда все так страшно то есть вы можете сразу две части так как мы готовим несколько порций заранее в свою очередь я подготовлю соус для этого салата соус у нас апельсиново-горчичный используем такие вещи как растительное масло сок апельсина мы конечно используем свежий апельсин но можно и обычный пакетированный сок ничем не будет нет будет хуже будет хуже лучше взять апельсин выдавить сок и добавить его это будет основа под наш соус да то есть мы еще что то сейчас будет там много ингредиентов то есть сейчас мы добавим сюда бальзамический уксус так вот его переворачиваем иван я знаю что у вас не так давно вышла новая песня расскажите нам о ней пожалуйста где можно ее послушать можно ли уже мы говорим песни давай детки дерзай мы сделали эту вещь недавно записали где-то наверное полгода назад да но пока она дошла так сказать до слушателя ну на ютюбе можно услышать и забиваешь иван панфилов давай детки дерзай там радиоверсия укороченная потому что есть еще оригинальная версия то есть радиоверсия там что-то 440 443 оригинальная 740 и full version там что-то под 10 или под 11 минут в общем на любой вкус ну да песни на любой вкус тут без белых то есть белое это в нем это все белая часть нам не нужна да мы рвем только красную все белая жесткая горькая поэтому мы ее туда не кидаем можно покрупнее оторвать вот как вырвали лист салата точно таким же образом и редичью то есть чтобы этот салат не горчил нужно просто вот оборвать белую чай но он будет все равно с небольшой горчинкой так как присутствует руккола но она приятная горчинка она дает немножко кедровым орешком ну то есть такая приятная горчинка назовем ее так так что дальше авокадо у нас нарезано сейчас нам надо нарезать помидоры и огурцы в сам салат давайте я займусь так огурцы мы чистим нет так а вот от этих как корешок отрываем небольшой корешок белый до который без травы до его сюда не 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 вот это сюда конечно это помните мультик вершки и корешки история нас сейчас произошла до всех застопорил коронавирус но тем не менее не могу не спросить вас иван про новый альбом который как раз должен был должен был уже выйти но мы старались как-то все это действие свои направили на то чтобы убыстрить этот процесс а сейчас все встало в таком ступоре поэтому я вообще теперь уже не понимаю когда что это произойдет но мы идем в этом направлении то есть новый альбом обязательно будет когда-то конечно будет этого будет достаточно все останавливаемся нет все большин на курсы кидаем туда помидоры кидаем туда может мне это тут сейчас вы сейчас будете это делать я открою вам маленькую тайну вы наверное заметили что я чуть-чуть все-таки почистил обратил на это внимание но я решил промолчать хуже от этого не стало да но я себя сама сдала в общем ну да ладно все равно от этого огурец только интереснее теперь подготавливаем тарелочки немножко перемешиваем как же швы у ивана то забрали вот этот момент может еще порвать и не 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 все просто перемешиваем не мнем что помидоры не помялись просто вот так вот воздушные помидоры теперь на край тарелки начинаем выкладывать вот таким образом лист салата полумесяцем окно полностью из листы давайте вот так вот таким вот образом на край тарелка все этого достаточно пока мисс сейчас мы равномерно это все распределяем таким же образом мы выкладываем сюда вы сегодня за декор отвечать и принципиально дома можно просто в тарелочку выложите кушать и ну можно же и красиво сделать тем более что это не так сложно как может показаться дальше мы поливаем апельсиновой горчичной заправкой каждый по очереди да свою тарелочку пожалуйста несколько ложек будет достаточно да будет достаточно кто-то говорит соуса много не бывает это неправда можно забить вкус абсолютно буквально да конечно а я вот кстати мысли вот тоже как вы говорите все хорошо в мир да 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 безусловно все равно вот романами а вы наоборот все это у нас что-то и хочет достаточно ненененененене ни в коем случае все это ничего он потеряет консистенция конечно конечно но это уже распал он упадет буквально максимально быстро смотрите что мы делаем с авокадо я беру часть авокадо вот таким вот образом разделяю какой мягкий попался хороший это залог хорошего авокадо маслянистая консистенция вот так вот выкладываем сбоку я уже наверно не смогу это почему это ничего подобного давайте давайте пробовать сейчас давайте вот так вот немножко распределим его по салату смогла я в итоге ведь он порезанный его надо просто отделить друг от дружки вам есть очень хотела поговорить с вами чтобы вы нам рассказали про рок-клуб который существовал в городе владивостоке я попал в рок-клуб восемьдесят седьмом году мне было 15 лет вот что я могу тогда осознавать я был подростком вот с такими глазами на все смотрел происходящее происходило перестройка у нас стране всем казалось что вот сейчас это как снежный ком и все и мы будем жить как в америке вот так всем казалось мы идем к этому всеми мельными шагами но вы были в восторге так понимают происходящее было да было я уже не и конечно не могу вспомнить их ощущений детских своих юношеских но все то что я видел то есть все эти собрания вот концерт и все то что связано эти тусовки конечно это как-то на меня воздействовало у вас есть группа группа иван панфилов и часто выкладываете туда различные фотографии именно того времени и я решил что думаю вот надо сделать такую серию публикаций допустим в раз в месяц выкладывать пост героев владивостокского рок-клуба а тех кто на меня когда-то произвел впечатление вот и в этом месте я делаю после еще не делал валерий шелепчуке вот я решил с этого человека начать с первого поскольку это был но это настолько был уникальный такой артистирующий персонаж в той или иной степени это конечно на меня повлияло вот представьте 15-летний подросток смотрит а там дядька такое вытворяется что мировые звезды не каждый такое делают сейчас а как случилось что вы туда попали я знаю что у вас был друг сын учительницы вашей я читал дно юрий месков кстати да 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 впоследствии радиоведущий на радио vbc радио кей у нас был преподаватель я сам сагишель да и значит как ребенок я ходил посещал множество кружков и значит привезли аппаратуру у нас в клуб имени крыгина там у нас сагишель и одно время был значит и преподавателем александр первененко это музыкант бас-гитарист или профессиональный музыкант он работал по всем филармониям во владивостоке там по ресторанам а потом он уволился и нужен был человек который бы отвечал за эту аппаратуру взрослый такой как мы 15-летний ну и вот забыл как это называется классный руководитель говорит у меня есть сын вот он занимается музыкой вот он может вам в этом поспособствовать и мы познакомились а я еще к ней там она у нас английский язык вела но не в моей группе а в другой я что-то вот с такими глупыми вопросами вот переведите мне пожалуйста текст вот у меня знаете тут постоянно проблема не самому перевести текст песни да текст песни там любой там я не знаю кистом квин все что угодно было в то время мне бы уже тогда как бы взяться самому и перевести ли я почему-то пытался это возложить на кого-то ну легкий пути ну типа да учитель английского я думал и она почитает исходу по идее она так и должна была сделать ну и она меня отправила сыну и не зря как показала история не ну это очередная веха как бы моей жизни в рок-музыке ну в общем он пришел стал руководителем и мы создали группу там уже после преподавателя который был профессиональный музыкант и когда он был мы только учились он написал партитуры и мы играли песни там у нас были девочки девочка одна пела одна на клавишах играла парень на барабанах басист был я играл на гитаре вот чтобы вы понимали какое-то было время то есть мы разбирали песни старая мельница потом кристина арбакайте пела песню пусть говорят говорят то есть как это давно было автомобиле мы пели веселые ребята и вот вот все в которой буквально все да 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 то есть вот это вот то время середина кому конец восемьдесят седьмой там вот и мы делали кавера как сейчас бы сказали то есть а тогда мы смотрели в партитуры и играли там плектор вниз плектор вверх вот аккорд такой тут секой и все это раскладывали мы понимали как происходит и как ты конструируешь песню как это как когда ты и одно дело слышишь или видишь в телевизоре другое дело как ты сам ее играешь и вы все вместе играете такие одинаковые там 15-летние и она у вас получается похожая как там в телевизоре то есть это был своего рода такой experience и когда у нас были допустим перерывы то мы снимали уже свои там ле цепелин там назарит мы играли кис и вот на перерывах мы играли свои вот эти вот ну как свои их песни но пытались уже что-то делать уже сами приближенной ну к року вот с этого начиналось все а потом юра пришел мы создали группу затерянный мир и даже выступали на рок-марафоне трехдневный рок-марафон был в матросском клубе там была куча групп из владивостокского рок-клуба там то все и началось можно сказать окончание так сказать приготовление нашего салата это мы возьмем тыквенные семечки и посыпем сверху наш салат все не так сложно то есть вот таким вот образом каждый свой будет там получается так чтобы приняли все участие в этом конечно их можно побольше что больше я как всегда каждую программу мити подтверждаю свою фамилию бережная каждую программу вы как этот самый корреспондент знаете он микрофон протягивает обычно люди выдается вырвать а он не дает есть такое дело а когда наступил момент что вы поняли что вы готовы писать свою музыку но это произошло там же в те же юношеские годы не знаю у меня такой дар появился то есть мне было проще нежели снимать что-то слушать чужую песню я почему-то вот начинал сам там вот что-то у меня из головы идет и я начинаю сочинять и первые наши опыты были уже когда мы юру отодвинулись поскольку нам казалось что он нас тянул вот в сторону вот этих вот старых мельниц а нам это не надо было мы вот больше в сторону алис и прочих групп того времени там кино и телевизор это это нормально и неудивительно да и началось с того что я просто сочинял мелодии приносил их барабанщику а он писал тексты то есть сначала я вот так делал потом я понимал ну начал как бы все это как-то мониторить то есть все это отслеживать и понимал что как бы мне хотелось чтобы мы пели не вот об этом от иду о чем он сочиняет а что он там о чем-то более личном что волнует вот нас подростков ну и первые эксперименты то есть начали уже писать а там я и я повторюсь что это была перестройка то есть культ личности сталина развенчали тогда и вот что-то какая-то одна из первых вещей была дядюшка джона называлась первый концерт помните уже со своей программой со своей музыкой полноценный полноценный да такой который волнительный вот этот момент я помню я не знаю уж был он первым или нет был президент рок-клуба леонид бородин и вот он нас повез как это сейчас я уже начинаю понимать на халтуру то есть вы поехали на русский тогда мы не осознавали вообще ничего мы поехали на русский остров в какую-то воинскую часть и перед частью этой на плацу днем вот так же день был и мы играли свою программу перед этими пацанами они там нам было это уже 89 год был по 17 через год нас забирали в армию а это вот уже мальчишки которым было там по 19 20 лет и они на нас смотрели и мы отыграли программу там не помню минут 40 50 потом нас накормили напоили насколько я понимаю сейчас уже видимо заплатили каких-то денег которых вы не увидели но зато вы получили впечатление получили впечатление я больше какая призывник до призывник помню такой случай что значит офицер говорит у нас тут дисбат находится сейчас мы можем вам сделать экскурсию и вот из такого валуна камня то есть заключенный который сидит там он вам кувалдой за пять минут его расколет мелкую гальку хотите говорит посмотреть этот экспириенс конечно помню мы забыть как-то так мы что-то как-то даже не готовы мы там все это рок-музыканты такие а в каждый же понимает что нам эти в армию ну чё-то у нас короче мы отклонили это по моему даже не случилось это моему даже лёня говорит не надо вам этих потрясений не поедем ну еще как бы то что вот первый концерт был то что при свете дня вот это было дико то есть представляете вот так вот а мы и стоим гремим там аппарат все это русский остров кроме места у вас было тогда мы особо не не думали о том что русский остров но остров его мостов не было за этом на барже туда ехали туда таком перекладном кстати по моему плашков да не какой-то там свой военный нам давали для меня было больше что как бы день а мы играем рок то есть не света вот тоже как-то такой но дисбаланс генеральный партнер программы ирландский паб тринити ну что давайте наверное приступим попробуем дегустации нашего салата каждый слой самая забавная вещь что спустя вот это был 89 год когда мы там играли я уж не знаю насколько это забавная вещь или нет но попав в воинскую часть после всяких перипетий я мог оказаться там на этом русском острове в дизбате в качестве того логика мне до колоть камни но судьба так меня вывела в общем как-то меня там это в общем это время было камень преткновения ну что пробуем давайте действительно легкий такой салат получается и очень колорит на и и красивый кстати очень летний вам как иван полностью присоединяюсь в реми всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина я думаю что действительно каждый из наших телезрителей сможет приготовить такой салат дома абсолютно любой в домашних условиях все продукты доступны то есть проблем ни у кого не возникнет в приготовлении такого салата я хочу подчеркнуть что летом когда жарко как раз это станет отличным вариантом на перекусе едут на море все следят за фигурой фигурой конечно сейчас в принципе это актуально шло в моду да это актуально тем более если это еще и вкусно и полезно то почему бы и нет хочу поблагодарить константина хочу поблагодарить ивана вам вам хочу пожелать скорейшего выхода альбома чтобы это все-таки случилось поскорее я напоминаю что сегодня мы готовили под чутким руководством константина макарова шеф-повара ирландского паба тринити константин еще раз огромное вам спасибо вам спасибо вам и вам иван огромное спасибо что пришли к нам сегодня это была программа 8 вкусов готовьте вместе с нами